Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Я мама» на телеканале ОЛАВИ. И сегодня тема, которую мы обсудим с гостями в нашей студии, звучит так. Управление своими эмоциями. Обида и страх, капризы и недовольство, слишком бурная радость и слишком глубокая печаль. Все эти переживания свойственны нашим детям, и нужно помогать нашим детям управлять своими эмоциями, потому что если они смогут управлять ими, то их жизнь станет гораздо легче, лучше, проще, веселее и интереснее. Обсудим эту тему сегодня с гостями в нашей студии, и мне хотелось бы представить их. Начнем мы, как всегда, с экспертов. Ульяна Переплетчикова, психолог, НЛП-практик и арт-терапевт. Лола Инагамова, психолог Академии управления при президенте Республики Узбекистан. Диана Сатарова, невролог-реабилитолог Ташкентской медицинской академии. И, конечно же, наши замечательные мамочки. Надира Азимова, менеджер по продажам одной из туристических компаний нашей страны. Известнейшая киноактриса, любимица многих наших телезрителей и зрителей Рано Закирова. Ну и не менее популярная телеведущая Шахло Позлединова. Здравствуйте. И, Ульяна, давайте начнем на самом деле с вас. Вот скажите, пожалуйста, действительно ли нашим детям так важно уметь управлять собственными эмоциями? Ну, пока мы живы, пока мы живем и дышим, мы всегда будем испытывать разные ощущения, мы всегда будем испытывать разные эмоции. Любая, абсолютно любая эмоция нормальна, будь то даже страх, злость, ненависть, не знаю, там, зависть, ревность и так далее. Ненормально – это когда мы эти эмоции выплескиваем. Везде, всегда, всем. И ненормально, когда мы подавляем, сжимаем, запрещаем себе чувствовать, проявлять себя, проявлять себя спонтанно. Сама эмоция, ее интенсивность, Диана не даст собрать, она длится где-то, наверное, минуты-две. Ну, там, от 40 секунд до 2 минут. А дальше идет уже наш выбор, наша привычка, наше какое-то убеждение стандартное дальше управляет нами. То есть я могу вот эту остроту испытать, а дальше я сам выбираю. Либо я остаюсь в этой эмоции, либо я действую относительно своей привычки. Ну, вот, например, меня обидели. Я обиделась, да, мне было больно, мне было неприятно. А дальше я либо остаюсь в этом состоянии обиды, и мало того, что я в нем остаюсь, я еще и жду подтверждения извне. Ну, ребенок, как он себя ведет, он обиделся, и он же ждет, что мы сейчас там начнем его целовать, обнимать, поддерживать, просить у него прощения, дарить ему игрушечку и так далее. То есть сама эмоция, она непродолжительна. А дальше все зависит уже от нашего воспитания, от вашего состояния, от наших убеждений и прочее. И у кого дети учатся проявлять или не проявлять эмоции? Конечно же, у нас, у родителей в первую очередь. Поэтому и обучать, научать, знакомить их с миром эмоций тоже от нас зависит, от родителей. Знакомить, рассказывать. Вот я сейчас чувствую вот это, вот это. А что сейчас чувствуешь ты? На каких-то персонажах, там, для более маленьких детей это могут быть какие-то сказочные персонажи. Как ты думаешь, что он сейчас чувствует, ему нравится, не нравится. Какие-то очень простые, понятные вопросы ребенку задавать. И рассказывать ему о том, что когда мы злимся, мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Когда мы, например, расстраиваемся, мы можем вот с этим вот так, вот так, вот так справиться. Главное правило для меня и для моих детей, я могу испытывать абсолютно любые эмоции. Главное, чтобы в этот момент я сохраняла уважение к самой себе и к тому, кто у меня эти эмоции вызывает. То есть учить детей обязательно нужно, обязательно, потому что эмоциональный интеллект сейчас, он гораздо важнее, чем IQ. Потому что развитый эмоциональный интеллект делает нас более гибкими, более приспособленными, более адаптивными и, как следствие, более успешными. И здоровыми, прошу прощения. Согласна. Лолу Смонбека, ну вот такой вопрос. На самом деле дети, да, и вообще люди, они разных темпераментов, правильно? Есть меланхолики, флегматики, сангвиники, холерики. Есть мальчики, девочки, потому что, вот как ни странно, девочки, они более открыты к эмоциям, да. И вот мы, женщины, можем и поплакать, и погрустить, там, и понервничать, там, ногами потопать. Мужчины не могут себе этого позволить. Ну, нормальные, адекватные мужчины. Они все-таки держат себя в руках, они подавляют себе эти эмоции. Вот, а если мы будем говорить о детях, то мальчики, они тоже, в общем-то, более выдержанные, чем девочки. Видимо, природы так заложено. Или, может быть, они берут пример со своих родителей, со своих отцов, они видят, что папа себя так не ведет, почему я должен себя так вести, почему я должен сходить с ума, например, в тот или иной момент. Так у меня вопрос такой, вот, нужен ли индивидуальный подход в зависимости от пола или в зависимости от типа темперамента каждому ребенку, когда мы, родители, обучаем его управлению эмоциям? Ну, я соглашусь с Ульяной до этого сказанное ее высказывание. В принципе, эмоциональный интеллект и вообще управление эмоциями, и то, что вы сейчас говорите, в принципе, это стереотип. То, что мальчики, они немножко сдержанные, девочки, они могут как бы проявлять, так как на протяжении их возрастления мы им это внушаем, что мальчик должен быть сильным, он должен, нельзя ему плакать, ему нельзя там проявлять свою слабину такую, да, вот слезу показать девочке. Можно, ничего страшного и так далее, да. В принципе, эмоции, они и у мальчиков, и у девочек... Это неправильно, вы считаете? Мы не должны так говорить? Пусть мальчики плачут, если хотят. В принципе, у мальчиков и у девочек эмоции, они проявляются до определенного возраста одинаково. Даже если мы сейчас посмотрим свое детство, в младших классах плачут и мальчики, и девочки. Да. Бегают мальчики и девочки, да, там, радуются и так далее. Но потом на протяжении взросления общество диктует нам свои стереотипы, и они немножко, как бы, мальчики более их подавляют. И, в принципе, некоторые девочки тоже сейчас такая тенденция идет. Эмоциональное состояние, оно зависит, как вы сейчас тоже правильно сказали, и также от темперамента. Некоторые типы темпераментов, они более сдержанные, некоторые, наоборот, взрывные. Некоторые поддаются определенному влиянию, то же самому как стереотипу, так и определенным характеристикам общества, которые диктуют на сегодняшний день определенные рамки. Поэтому я не могу сказать, что у мальчиков и у девочек именно эмоции, они там различаются. Просто проявление их и их неопределенное высказывание, их действие, оно, благодаря тому, что на сегодняшний момент у нас так это хорошо все так расставлено по полочкам, что вот можно, нельзя, они, наверное, немножко подчиняются. Поэтому здесь такой большой границы не должно быть и нету на сегодняшний момент. Отлично. Диана, вот Ульяна сказала, что действительно эмоции длятся не больше двух минут. Неужели это так? Мне почему-то кажется, что нет. Да, физиологически наши эмоции на самом деле длятся совсем очень короткое время, а дальше, как правильно сказала Ульяна, это наш выбор. То есть если мы, может быть, взбесились, допустим, или рассердились, то есть есть эмоции, которыми вы не можете управлять, к сожалению. Да, есть такие эмоции, мы не можем, да, ну а дальше дело выбора. То есть мы можем смахивать на плохое настроение и испортить им всем, допустим, там, да, это уже выбор, дело каждого человека. То есть эмоционально мы можем на самом деле отреагировать быстро, а потом это уже выбор, дело характера или воспитания, или поведения. Например, да, созума, например, я согласна абсолютно с экспертами, с психологами, то, что это и воспитание. Например, как врач-невропатолог я могу сказать, что детские неврозы и детские, допустим, истерики воспитывают родителей сами, как бы поощряя истерику. Почему? И взрослая истеричная, например, женщина или мужчина, это его отклик из детства. Это заболевание, да, невроз мы будем ставить как заболевание. Почему? Например, маленький ребёнок захотел взять игрушку. Вы говорите, нет, сейчас нельзя это делать. Он закатывает истерику. И чтобы, да, бы вот он замолчал, вы просто даёте эту игрушку. Вы подкрепляете этим самым. И он запомнил о том, что нужно покричать. На следующий раз он начинает опять, он начинает криком, значит, вами манипулировать. Следующее, если вы часто замечаете, например, бывает такое, что дети кричат в супермаркетах, да, или где-то. Почему? Они знают для того, чтобы, например, мама, купи мне вот эту шоколадку. Ты говоришь, нет. Он вспоминает, что нужно кричать. Он начинает кричать, он начинает кидаться. А родители, как стыдно, что понимаете, что ребёнок начинает кричать. Он начинает покупать всё. И вот это вы подкрепляете. В будущем это будут истеричные девочки, да, это будут истеричные мальчики. Они будут всё брать горлом, истерикой, а родители это провоцируют. Значит, если ты сказал нет, значит, вот на сегодня нет. Если ты сказал нет, а завтра, ой, через 5 минут, ну ладно, давай, да. То есть ты этим самым провоцируешь, вот такое поведение. В дальнейшем это будет нехорошо для ребёнка. Самого ребёнка сам будет страдать. Но если ты, как мама, например, можешь уступить где-то, то во взрослой жизни, к сожалению, ну не каждый будет твоим каким-то прихотем соответствовать на работе. Например, ты постучал ногами, и будет тебе там шоколадка. Да, такого не может быть. Поэтому, к сожалению, несовладание эмоций в дальнейшем это приведёт к проблемам со здоровьем. Потому что ребёнок привык истерить. И во взрослом это никак не прекращается. Это начинается более уж такие истерики. Начинается там женщина может бросаться, кидаться. Это у нас, ну в неврологии есть такие заболевания, да, уже, да. То есть они любят публику, они начинают на публику кидаться, там сознание терять. То есть это уже заболевание, которое, к сожалению, очень и очень тяжело поддаётся лечению. На самом деле эти люди страдают. Они страдают. Они сами от себя и страдают. Вот сейчас Диана сказала, и потом они вспоминают, что надо себя вести, да. Вы, наверное, имели в виду, что они даже уже не вспоминают, это уже на автопилоте. Да. И когда люди, как вы говорите, во взрослом уже состоянии сталкиваются с какими-то, ну, серьёзными проблемами, где истерикой невозможно получить желаемое, у них огромное разочарование, боль. Они не понимают, почему, да, и в итоге это выливается. Истерия. Это истерия. Например, вот, например, у меня была пациентка, которая, например, пришла к нам, она вот поругалась с мужем, с супругом, допустим, да, и у неё отнялась, допустим, вот кисть, просто не работала кисть вот по локоть, да, кисть и рука, допустим, да. То есть мы с ней работали, я сказала, что нужно психологии. То есть медикаментозное лечение – это одно, да. В дальнейшем, после очередного скандала, после мужа, у неё уже вся рука и нога, допустим, да, то есть эта истерия её выводила до такой степени, и потом уже был разговор с матерью, допустим, с ней самой, что это приводит, то есть к большим именно физическим проблемам, что человек начинает тебя дискомфортно чувствовать, это вплоть до того, что ты можешь как бы не ходить, да, ты можешь потерять голос в этой истерии, ты теряешь здоровье. Вот эти вот истерики, вроде бы казалось детские, вроде бы совсем малютно, ну подумаешь, на тебе шоколадка в этот момент истерики, в дальнейшем это не очень хорошие последствия имеют. Как, впрочем, и подавление эмоций тоже приводит к тем же результатам. К депрессиям и замкнутостям, да. Или же не обсуждение. Иногда, вот вы сейчас сказали, мальчики, девочки, да, с детьми не обсуждается, что такое гнев, что такое радость, что такое, там, ну не знаю, какие-то положительные или отрицательные эмоции, они не обсуждаются никак, просто нельзя и можно. И ребенок начинает зацикливаться над этим. Почему нельзя? Почему мне нельзя, например, плакать, почему мне нельзя не смеяться, или так далее. Нужно не только объяснять, нужно в это состояние и самим родителям тоже немножко подключаться, чтобы ребенок чувствовал. Потому что если ребенок не будет чувствовать, а не будет включен в этот процесс с кем-то, он потом в дальнейшем будет считать, что он как бы немножко отчужден, отдален, и вот это эмоциональное состояние, оно будет у него немножко напряженно проявляться в его развитии. Шахло, вот смотрите, я знаю, что у вас трое деток, и у меня такой вопрос. Наверное, все ваши дети разные. Разные, абсолютно. Разные, да. А что касается вот эмоционального фона, можете ли вы описать? И самое главное, я понимаю, что они эмоционально разные. Порой я теряюсь, когда пытаюсь и младшему угодить, и среднему что-то сказать, приободрить, когда они начинают между собой что-то делить, и не поделят, и начинается тот такой эмоциональный всплеск. Или даже вот старшей своей, да. Старшей, я с ней очень часто разговариваю, мы с ней часто ведем такие психологические беседы, и самое главное, мне нравится то, что от нее идет отклик. С младшим я стараюсь прийти к какому-то консенсусу, поговорить с ним. Не всегда это получается, потому что в силу того, что он самый младшенький, и он уже давно понял, что он может и истериками, и криками что-то может добиться, он это использует во всеоружии. 11-летний мой старший сын, он уже много чего понимает, и уже всегда идет на какие-то определенные уступки. Я понимаю, что иногда мы идем на поводу у детей, но не всегда это удается самим нас контролировать. Поэтому, но мои дети одну главную вещь знают, что не всегда они могут мне показывать свой характер. Потому что если идет какая-то, ну не скажем истерика, всплеск такой энергии, я жду. Когда все это осядет, я просто стою, жду. Когда все успокоится. Сколько можно ждать? Сколько вы можете ждать? Ну это может быть и минут пять могу подождать. Я жду, потому что я понимаю. То есть у вас волшебная выдержка на самом деле, шахло? Да, у нас как бы в доме вот так. Супруг, он эмоциональный. Да. А вот я более-менее такой человек, который не всегда могу выплескивать эти эмоции. Может быть, это и плохо. Я все в себе держу. И поэтому, когда у детей происходит какой-то всплеск, я жду, когда все это пройдет, чтобы с ними поговорить и прийти к какому-то общему, такому, ну не скажу, началу, может быть, к концу. Чтобы сказать, так, здесь будет вот так, да, и это не значит, что будет по-твоему. Давай договоримся. Ну, иногда это срабатывает, но не всегда, но во многих случаях срабатывает. Ранапа, вот у вас тоже и сын, и дочь. И вот мне хочется спросить, балуете ли вы своих деток? И вообще могут ли они вами манипулировать? Об этом как раз вот недавно шла речь. Ну, балую, наверное, в те моменты, когда у меня, может быть, очень хорошее настроение. Так вы строгая мама, да? В общем, если взять, у нас как бы папа намного добрее. Они вот обязательно, если мама не дает добро, не разрешает, то они обязательно берут объект к папе. Даже вчерашний день уже как бы вечерком они искупались и вдруг захотели во двор выйти. Я говорю, нельзя, уже поздно. Они подходят к папе, папа говорит, погода хорошая, пожалуйста, идите. И вот. И поэтому они знают, что мне кажется, что я намного жестче их как бы держу, держу дисциплину. У меня как бы режим, графика. Ну, балование это смотря какое обстоятельство, где мы находимся и так далее. Ну, разное бывает, когда абсолютно я не иду на их... На поводу. Да, на поводу не иду. Стараюсь, я говорю, так, вы начинаете наглеть, ребята. И вот они так смотрят, видят, что это бесполезно. Я всегда максимум повторяю два раза, потому что они знают. А на третий раз я делаю, честно говоря, все противоположное. Вот говорю, например, убери телефон. Ребенок. Сейчас, сейчас, сейчас. Даю еще минуту. Я говорю, сын, я отберу сейчас телефон. Мамочка, еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот в игре ребенок. Так, я беру телефон. Этот телефон будет у бабушки находиться. И прячу. Может, он у бабушки, может, это где-то в машине в бардачке. Но факт, что вот наказание. И поэтому они уже знают. Я говорю, второе предупреждение. Мамочка, вот-вот-вот телефон. И возвращают. Уже знают, мое предупреждение два. На третий раз я отбираю. Это однозначно. Правильно ли я поступаю. Вот все-таки сидят профессионалы, психологи, специалисты. Ну, у меня вот такой метод. Ну-ка, прокомментируйте, пожалуйста, наши господа эксперты. Вы знаете, так сейчас это откликнулось, потому что был в моей жизни опыт подобной дрессировки собственного сына. И это так хорошо работало на самом деле. Но потом в какой-то момент я думала, что я ведь ему программу определенную вставляю. Ну, у нас было на счет три. И я думаю, где-нибудь он когда-нибудь в жизни вот это три услышит. И просто автоматически, не управляя своим совершенноповедением, да, я не то чтобы против. Потому что, ну, какие-то рычаги воздействия все-таки должны быть. Понятно, мы когда идеализируем и говорим, что мы должны договариваться, искать подход бесконечный. Не всегда мы это можем себе позволить. Да, и поэтому в каких-то ситуациях, да, мы какие-то родительские, не психологические, а именно родительские методы, может быть, где-то даже антипедагогичные. Но вот должна быть тонкая грань. Аккуратно, очень аккуратно, да. Все-таки вот уважение личности ребенка все равно должно стоять на первом месте. Уважение его личности, как бы взгляд немножко вперед. Вот если я сейчас выбираю такой способ манипуляции или воздействия, к чему это может потом его дальнейшей жизни привести? Личность все-таки, я считаю, должна быть свободная, самодостаточная. Надира, а вы строгая мама? Ну, я думаю, что нет. Серьезно. Ну, бывает по ситуациям. То есть в основном я стараюсь договариваться с детьми. У меня тоже трое детей. Им 14, 11 и 3 года. То есть два сына и дочь. И я могу сказать, что у нас вот до сих пор получается вполне хорошо договариваться с детьми. То есть бывают разные ситуации на самом деле. И так же, как девочки, коллеги сказали, наши эксперты, не всегда получается, как вот идти по шаблону. Бывает такое, что из ряда вон выходящая ситуация, и там, конечно же, нужно уже лавировать. А так, на самом деле, я считаю, что я в меру строгая, наверное, так. Вот вы говорите, что ваши дети умеют договариваться с вами, или, скажем, вы умеете договариваться с вашими детьми. Но опять-таки вы сказали, что у вас трое детей, и младше у вас дочка. Да. Неужели ваша трехлетняя девочка тоже с вами договаривается, или все-таки вы ей позволяете многое? Я ее сейчас учу, чтобы мы могли с ней тоже вот найти контакт, вот именно в этой сфере договориться. Конечно же, с ней сложнее, потому что она младше. Вот. Но все равно на ее уровне я стараюсь. Бывают, конечно, моменты, когда она не понимает, расстраивается, если что-то, например, нельзя. Но я стараюсь ей объяснить, и как бы на доступном языке, и чтобы она сама тоже это осознала. И, допустим, у нее такая диета сейчас, что ей нельзя много сладкого. И она понимает то, что мы ей объясняем все, что если ты съешь больше, чем норма, у тебя будет, допустим, там аллергия, или что-то, плохо себя будешь чувствовать. И она уже это знает. Даже приходя, например, в магазин, она смотрит на витрину и говорит, мама, мне можно большой шоколад? Я говорю, нет. А вот этот маленький, я говорю, маленький можно, потому что не будет аллергии. Я говорю, да. То есть она уже, в принципе, понимает, что ей можно. Логически размышляет. Да, 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 она вот расставляет. У нас тут у младшей дочери то же самое. А завтра мне будет можно, она всегда говорит. На самом деле здесь я, например, до появления своей дочери я была гораздо строже, чем сейчас. Почему? Потому что все-таки девочки, наверное, мне кажется, если у меня был бы сын, я была бы строже. А во-вторых, детство, оно настолько маленькое. Но вот, с другой стороны, вспомните, насколько вот я, почему всегда, вот, например, устраиваю на день рождения шоу, заказываю или еще что-то. Многие мне говорят, зачем тебе это нужно? Ну, я всегда говорю, до какого времени я смогу заказывать им шоу, мишек и всего остального? Старшей дочери будет 8 лет. Ну, в 12 лет же она не придет, не собачка, допустим, или уже мишка. Она в 12 лет скажет, мама, я хочу с подружками посидеть, а ты иди-ка вот туда. То есть вот этот период детства, он настолько маленький, да, вот, и поэтому я считаю, что детей надо баловать. Потому что я не могу сказать, что я была, меня баловали по страшному, знаете, я старшая внучка с папиной стороны, с маминой, меня баловали родители. При этом они были очень строгие, да, но вот это избалование, я не выросла избалованным ребенком, его там топать ножками, нет. Но я вспоминаю, вот, приятные моменты в детстве, вот эта избалованность какая-то, и это помогает мне, знаете, во взрослом возрасте мне это помогает. И поэтому я девочек своих балую, меня часто ругают, говорят, вот они вырастут, они не вырастут избалованными, они вырастут ровно такими, какими вырастут их мама, потому что они всегда ориентируются на семью, понимаете. Поэтому их детство совсем маленькое, допустим, маленькое, а все остальное время уже ты уже не сможешь себя баловать, там, когда ты там будешь, тебе будет 30, да, допустим, ну, как я имею в виду, таким там, ну, не насыпешь ты в 30-летнем возрасте себе на голову песок, то же самое, или ты будешь, хотя, например, я в 20 лет тоже как-то захотела попрыгать по лужам, и я прыгала, знаете, и все спрашивают, нормально ли все с вами, да, но захотелось мне попрыгать, да. То есть этот период детства совсем быстро-быстро проходит, и как-то детей надо, наверное, баловать и позволять им, поощрять им, немножко больше, чем, допустим, ты, потому что взрослым, если ты все время будешь ограничивать ребенка, то в дальнейшем он будет сам более замкнутым. И, например, сейчас это проблема гаджета, а кто создает эту проблему? Ведь мы в начале своем, когда ребенку год, мы тычим этот телефон, вот я сколько раз замечаю мамам, да, допустим, проблемами с детками, допустим, с ампилепсией, да, я всегда ругаю, и мне мама отвечает, вы знаете, мой ребенок не может без телефона, ну, знаете, такого нет, чтобы ребенок родился, и вдруг схватил телефон. Мы же сами их приучаем, кто покупает им телефоны, планшеты, потому что, ну, вот там соседки, может быть, у ребенка мы увидели, где-то у нас есть, там, чтобы у ребенка было все, а потом мы наказываем за то, что мы к чему им их приучили. Например, детям я даю телефон, они играют в планшеты, и когда я говорю, мне нужен телефон, или вот у них свой телефон с этого есть, да, мам, сейчас, я вспоминаю свой, когда мы раньше играли в Денди, нам покупали, и вот это мам, сейчас, я вспоминаю своего детства, да, ну, вот одну минуточку, а ты же входишь в раж, ты же играешь, ты же не понимаешь, что это временное пространство, и мы уже в последнее время, чтобы не ругаться, мы договорились, мама, я доиграю одну игру, а младшая дочка доиграет другую, и мы тебе отдадим. То есть я понимаю, я жду, да, то есть нет такого, чтобы я сорвала телефон, потому что я вспоминаю себя, то, что когда вот это Денди, джойстики, да, это же у каждого поколения всегда была эта проблема отцов и детей, у каждого поколения свой какой-то бум, а там у нас было Денди, может быть, у родителей там, я не знаю, там были какие-то там, помните, Лянга играли, что-то такое, да, какая-то была игра, за которую тоже, в принципе, родители ругали, не было такого, чтобы не ругали, допустим, да, Ну, надо договариваться все равно с ребенком, действительно, чтобы не срабатывало вот то, чтобы кто-то мог управлять, затем, впоследствии, манипулировать твоим ребенком, чтобы не было вот этого страха. Например, я часто слышу, что боится, значит, любит или там еще, нет, боится, значит, боится. Знаете, я не, я, тех людей, которых я боюсь, я, это не значит, что я их люблю, знаете, я их просто панически боюсь, стараюсь обходить. Вот этот страх, на самом деле, в подростковом возрасте, если ребенок боится своего родителя, в дальнейшем может сократить не очень хорошую вещь, потому что будут все знать, подруги, о проблемах, да, там, встречают, любят мальчика, будут знать все, что любят мальчика, кроме мамы. И с этого проблемы, или там, влюбился в девочку, будут знать все друзья, кроме мамы. То есть, в первую очередь, я для них друг, я никогда не внушаю своим детям страх. Ну, хотя я тоже иногда могу прикрикнуть, например, там, да, они, может, как любая мама, да, и прикрикнут, но я потом всегда подхожу и говорю, что я не права, ты извини, я прощу прощения, потому что, на самом деле, это неправильно. Шахло и Надира, у меня к вам вопрос. Дело в том, что ваши старшие дети находятся в таком пике подросткового периода. И это тот самый период, когда начинаются, хочется того или нет, контры с родителями. Ну, вот так уж природа заложила, что эмоции перехлёстывают через край. Вот, Шахло у вас дочь, Надира у вас сын. То есть, все это по-разному. И вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас описали, как, например, ваши старшие дети себя ведут. Давайте начнем с вашей шахло. Моей дочке 14 лет в самом мире. Естественно, у нее такой подростковый период, она очень эмоциональна. Сама по природе она похожа на папу, и поэтому тоже в ней вот эта гиперэмоциональность присутствует. Но радует то, что она в свои 14 лет не докажется, что она очень рассудительна. Потому что ее можно посадить и с ней поговорить. И она откликается, и она с вами обсуждает, может обсуждать вполне взрослые темы. Часто ко мне подходит. Но иногда бывает, да, раньше, конечно, папа ее баловал, а теперь как-то более строже смотрит, потому что она растет. Вот. А мы с ней как-то уже больше сближаемся. Как подруги. Да, как подруги. Она мне уже больше доверяет. Я зачастую стараюсь ее эмоции контролировать. Контролировать в каком отношении? Не подавлять, а объяснять ей. Здесь надо так именно поступить. Здесь надо поступить вот так. Не всегда получается, потому что все равно всплеск эмоций иногда происходит. Потому что она хотела одно, но не получила. Или хотела одно, получила другое. Как ведет себя она в таких случаях, в таких ситуациях? Иногда она ведет как взрослый человек. А иногда все-таки она сбрасывает все от себя и говорит, нет, я все-таки ребенок. Иногда у нее, да, иногда это у нее проскакивает. Мам, я же все-таки ребенок. Почему ко мне такое отношение? Как вы отвечаете в этот момент, Шахлов? По-разному. По-разному. Я говорю, да, ты, конечно, ребенок, но ты уже самый старший. У тебя ответственность ругает. Ты пойми это. Но не хочу я это понимать. Почему я должна идти на уступки? Я говорю, давай мы будем это воспринимать не уступки, а как гибкость. Давай будем гибче. Потому что если ты будешь гибче в этом отношении, где-то там, тут, это как бы тебе в жизни пригодится. Потому что идти на пролом, это не всегда хорошо. Это не всегда хорошо. Идти на пролом, это ты можешь просто хорошо удариться. Ну, образно говоря. Да. Это она понимает. Это она понимает. Но с сыновьями, видимо, мне еще предстоит разговор. А вот мы сейчас Надиру узнаем. Надира, а у вас как сына обстоит дела? У меня вот как раз, если у вас дочка очень эмоциональная, то у меня сын, наоборот, он флегматик. Он больше в себе. То есть он свои эмоции очень редко показывает. И я, наоборот, всегда стараюсь подойти к нему, спросить, как он отреагировал на ту или иную ситуацию. Я иногда вижу эти эмоции в его глазах, в его мимике, или вот так, как он расстроится, или там, наоборот, как-то обрадуется. И я всегда стараюсь вытаскивать его мнение, что он считает насчет этого. То есть не хочу, чтобы у него здесь вот что-то копилось, потому что это нехорошо. И я стараюсь быть с ним тоже, вот как вы, друзьями. То есть когда ему сложно, он обязательно подойдет, что-то скажет. Когда ему радостно, он тоже подойдет, меня обнимет, расскажет с такой вот окрыленностью. То есть стараемся как-то, наоборот, вот я его вытаскиваю, то есть вытаскиваю все его эмоции, и мне интересно. И если, допустим, где-то идет что-то не так, я его тоже корректирую. А какой-то вот упертости нет у него? Или он мягкий? В основном он очень такой вот, как вы тоже говорите, гибкий. Да. Он знает, что если он где-то уступит, то ему обязательно в следующий раз мама или папа скажут, ну ладно. Да, зачтется. Как ты хочешь, да. Поблажки будут, все равно он это знает. И в жизни, в принципе, так и бывает. Здесь дашь, тебе с этой стороны тоже сверху дастся. Однозначно. Ранапа, как вы считаете, с детьми нужно дружить, или все-таки дистанцию родителей-детей нужно соблюдать, и она должна быть явной и яркой? Не, ну изначально, естественно, передо мной всегда стоят задачи, как вот предыдущий у нас был разговор, стараюсь быть обязательно с ними друзьями, потому что с моему старшему будет, даст Бог, 23. Когда у него пошел переходной возраст, я с ним больше общалась, старалась понять, что у него там в глубине сидит, какие проблемы, потому что все равно по настроению ты видишь, каждодневное, скажем, или положительное, или отрицательное, эмоциональное и так далее. Мы смогли с ним найти общий язык, и, слава Богу, вот этот переходной возраст у нас как бы очень так, относительно очень мягко, без проблем, спокойно мы прошли этот этап. А вот теперь сейчас, маленькими моими мартышками, мы, стараясь от того, что я человек творческий, у меня график такой ненормализованный. Порой я очень поздно возвращаюсь, порой как бы более такой свободный объект я. И вот когда по мере есть возможности с ними общаться, я стараюсь хотя бы 15 минут вечером перед сном общаться. Я очень люблю тишину, мы выключаем телевизор, когда вот мы ложимся спать, и мы общаемся, кто что сегодня сделал. Я говорю, давайте сделаем так. Мы недавно завели блокнотики, и вот каждый, скажем, каждодневный дневник – это одно дело. А для меня они дают такой отчет, вот у меня сегодня мамы три пятерок, дочка говорит, а у меня четыре. И вот они начинают как бы воображать, соревноваться. Я говорю, хорошо, у кого сегодня какие положительные, скажем, подвиги такие? Вот я сегодня сделала это. А она говорит, а я вот поступила вот такой поступок. И вот мы все записываем, и такой график с понедельника до субботы. А потом поощрение. У кого больше вот этот перевес, значит, мы вот поощряем и делаем такие вот, что они хотят по мере возможности. Я говорю, только не наглеем во всем плане, чтобы там не говорили мне, вот приобрети мне, скажем, что-то такое, да, драгоценное. Я говорю, нет, скажем, давайте куда-нибудь пойдем. Или это будет мадони, хордок, культурный какой-то подход. Или, скажем, идем куда-то отдыхать, кататься на коньках там и так далее. И вот исходя от этого положения, вот мы находим общие языки и стараюсь я, конечно, по мере возможности общаться. Я частно выключаю телевизоры, чтобы с ними больше общаться. Потому что стоит, когда они, скажем, ужинают телевизор, и вот они воплощаются в эти или в мультики, или вот в эти передачи. И что я говорю, это как бы мимо ушей на процентов 10, а 90% это они вот в этом объекте. Вот, и поэтому, когда даже супруг приходит, он знает, что у нас телевизор выключен, и мы стараемся общаться. Общаться, потому что я порой жадничаю в свое время. Время-то мало? Да. Я начинаю вытаскивать, доча, что там у тебя? А у тебя что там произошло? Как у тебя сегодня, скажем, вот, как на тренировке мы ходим? Я говорю, какие сегодня делали упражнения? Мне это интересно. И успехи, да. Да, успехи. Он говорит, вот на сегодняшнем тренировке мы вот такую поддержку сделали, и я вот начинаю его вытаскивать. Мне и само интересно. Да. А когда там звенит этот, звучит телевизор, естественно, и я могу отлечься, скажем, и так далее. Вот у нас вот такой немного метод общения идет. Замечательно. Ульяна, знаете, у меня такой вопрос. Вот когда Шахло рассказывала про свою дочь, и одна фраза меня зацепила. Ее дочь своей маме говорит, вот почему появился такой стереотип, что если я старшая, я должна уступать. Действительно, такой стереотип есть. У стереотипа однозначно есть. Да, но ведь это на самом деле неправильно. Почему мы должны все время уступать младшим? Просто я тоже в семье старшая, у меня есть братишка, и это тоже мой пожизненный крест. Вот уже мы сто лет, как говорится, живем на этой земле, и я до сих пор уступаю, потому что я же старшая. Вот, ну, с чем это связано? Почему? Почему я должна уступить? Почему не он должен уступить? Ну, это стандартный менталитет не только нашего государства, а в принципе, вот того пространства, с которым мы вышли все. Но, честно вам признаюсь, я, например, не вижу в этом ничего плохого. У меня немножко подругая ситуация. Я младшая, мой брат старше на 9 лет, и меня наоборот воспитывали, что он старше. Я должна все время уступать. Ну, наверное, здесь надо искать золотую середину, да, что ты можешь чего-то больше, например, ты уже больше умеешь, ты больше в этом развит, у тебя больше здесь навыков. Ты можешь ему в этом помочь в чем-то, да, а маленький там свою какую-то должен, может, вернее, выполнить какие-то операции свои. Но все равно должно быть взаимное уважение и равноправие между детьми. Но просто кто-то действительно больше чего-то уже может, к чему-то больше способен, приспособлен больше к чему-то. Это, наверное, наш метод решения проблемы. Не проблемы, а конфликта, который зарождается. Понимаете? Да. Вот возникает какой-то конфликт, и мы, мамы, пытаемся решить, чтобы вот этот конфликт не перерос в какой-то выброс какой-то неприятной энергии. Более мобильная. И вот старшая, она более мобильная, она гибче, она понимает, она может прислушаться. Младшие, они в силу своего возраста, они скажут, нет, не пойду на уступку, в силу своего характера. А если эти двойняшки? Да, да. У них все равно есть кто-то, ты старше, там будет, опять. Да, там тоже есть, да. Да, там тоже соревнования. Это наш метод решения вот этого назревающегося конфликта, чтобы сразу же на месте унять. Я знаю еще со времен учебы, что конфликт все-таки он должен произойти, чтобы выброс энергии произошел, и люди разошлись, потому что это приводит, тогда еще в политике нас обучали, что приводит к большим каким-то войнам. Чтобы этого не было, мелкие конфликты должны происходить. В семье, естественно, мелкие конфликты происходят, и я тогда стараюсь иногда не вмешиваться в отношения детей, думаю, пусть они сами до конца разберутся. Вот тогда в конце, если они не смогут разобраться, тогда вмешаясь. Если они не договорятся, вот подойду, решу проблему, если договорятся, значит все, проблема решена. Но когда вот проблема старших, это действительно моя сестра, всегда тоже она очень сильно обижалась и говорила, почему на мне столько ответственности, почему я должна уступать, почему я должна все это делать. Золотые слова! Да-да-да, моя старша тоже такой же. Она маленькая, обижается, что она младшая, и она говорит, вот я когда вырос, то мне будет 15 лет, а старшая ее подкалывает. Она говорит, а ты знаешь, а мне будет уже 17, да? То есть ты все равно не догонишь, я все время буду все равно старше тебя, да? И маленькая, ну почему ты меня родила, вот второй вот, да? Ну и у братишки было то же самое. Это было так, на самом деле, в каких-то семьях прислушиваются больше к старшим, в каких-то семьях прислушиваются к младшим, но когда мы были маленькие, мы когда ругались, мама наказывала нас, допустим, двоих сразу. Сестренок, почему? И вот она же виновата, вот чтобы не повадно было, и важно, кто виноват, ну потому что ты же... Это как горько, профилактически, да, каждую неделю розгами. У каждого своя правда, виноваты вы оба, да? Да, так же в семье. И вот мама наказывала нас двоих, значит, вы двоем не пойдете на улицу, допустим, вы двоем, и тогда мы находили компромисс, чтобы не ругаться, чтобы как бы они получали вместе, как бы, да, нас не наказывали двоих, мы искали такой какой-то компромисс. То есть это тоже какой-то своего рода выход. Метод, метод, да. Скоро мы про эмоции, да, сегодня говорим. Вы на самом деле очень глубокий вопрос задали. И получается, что действительно в какой-то степени старшим детям, вот у них есть запрет на испытывание, испытывание, проживание вот этих самых эмоций. То есть ты должен, ты обязан. Но надо, наверное, нам, родителям чуть-чуть вот взвешивать, насколько он действительно компетентен, может, способен. Вообще сейчас он к этому готов или не готов, ребенок. И надо, наверное, учитывать разницу возрастную. Потому что есть мамочки, которые вот, погодки детки у них, да, и у них уже там, ему еще два, но он уже автоматически старше. И на него уже такие обязанности возлагаются. У мамы вот это вот не происходит, что он-то все равно остается ребенком. И до 15, и до 14 лет. Ну вот у меня большая разница тоже между моими детьми. Дочке моей будет 17, а сыну будет 6 лет. И я веду себя так, да. Ему можно больше, ей нет. Но я с ней это всегда обсуждаю. Дочь, ну ты понимаешь, вот ты сейчас сама как думаешь? Я сейчас могу с него требовать то, что с себя? Я с ней обсуждаю, она со мной достаточно искренна. Я вижу, что она меня понимает. Но потом я все равно стараюсь ей компенсировать. Мы там в комнате закрываемся вдвоем, что-нибудь там шушукаемся, какие-то подарочки я ей, или просто объятия. Я стараюсь ей это компенсировать. Но именно разговаривать. Раз уж мы так себя ведем, то хотя бы вот сохраняя уважение к ребенку, объяснять почему, что, зачем, как, что мной движет в этот момент. Маленькие часто пользуются этим детям. Они видят и потом начинают прокасничать, знаете. Они еще манипуляции. Да, да, они начинают. Поэтому, знаете, я, например, своим детям говорю, что взрослый не всегда прав. И, допустим, там, когда говорят, будь мудрее, например, часто я там слышу, ну, а почему, допустим, быть мудрее должен быть только один человек. В мудрости тогда должны быть мудрые два, знаете, чтобы не было-то конфликта. И младшие дети, к сожалению, они начинают пользоваться. Например, у меня младшая, когда я вижу, что она начинает вот, ну, немножко на голову садиться, я ее ругаю. Я отвожу отдельно, но я не ругаю их вместе. Я ругаю их, ну, разговариваю с ними по отдельности, чтобы не принижать какой-то там, я, например, ну, как бы считаю, чтобы один не обиделся, а вот ты меня при них. Мама там поругала, отдельно по отдельности разговариваю, а они потом мерятся. Но, вы знаете, в будущем, если ты постоянно будешь заставлять своего ребенка, девочку, либо мальчика, постоянно идти на уступки, в будущем это тоже может сыграть, например, не очень хорошую вещь, потому что ты вынужден, ты привык постоянно подстраиваться, как это, в ущерб своим каким-то, да, в угоду кому-то ты будешь подстраиваться под... У нас особенно любят это в свекрови, да, вот в будущем, когда ты выходишь из свекрови, ты должен промолчать, потому что, ну, а если это человек старше, походу, значит, у него и мозгов должно быть побольше, да, значит, мудрости-то у взрослого поезде не должно быть, допустим, да, но почему-то, когда ты выходишь замуж, и у тебя есть отношения между свекрой, получается, ты младшая здесь, и ты должна, допустим, не старше под тебя подстраиваться, а ты младше, допустим, да. То есть здесь должна быть тонкая грань. Не может быть, что взрослый неправ, допустим, нужно осознавать, допустим, что и взрослый ошибается, и взрослый, например, да, дочка заболела, она сказала такую вещь, мама, вот я же не плакала, я же вот там, это же, я говорю, ничего страшного. И взрослые тоже, когда болеют, и плачут, и больно, то есть это не так страшно. То есть не надо оставить ребенку там, это взрослый, он тоже, ты должен промолчать, это маленький, ты должен под него подстроиться. Не всегда это правильно, знаете, нужно, все зависит от ситуации, потому что нужно ребенку объяснять, что покорно слушаться, это тоже не есть хорошо. В дальнейшем, в возрастном, ты будешь в себе ущемлять, или в себе в ущерб ставить это. Лоус Монбекон, вот мне кажется, что переходный возраст, это самый сложный возраст, когда именно эмоции бурлят, кипят. Вот как именно в этот возраст, как в этом возрасте, как с подростками вести себя родителям, как научить родителей управлять своими эмоциями, и детей подростков управлять своими эмоциями. Безусловно, я сейчас очень внимательно слушала наших мам, я очень рада, что всплыли такие слова, как компромисс, дружба, внимание, вытаскивание эмоций, проявление своих эмоций, это очень положительно влияет на развитие ребенка. То есть уже взрослого ребенка, подростка, соответственно, в подростковом возрасте подростки, они очень акцентируют внимание на том, чтобы их воспринимали уже как взрослых. Потому что чисто физически они как бы уже становятся выше, у них уже мускульная система развивается и так далее. Они как бы говорят, я уже как ты, но все равно ты меня воспринимаешь, как маленький ребенок. Соответственно, здесь вот мне очень так импонирует ваше высказывание в том смысле, что вы говорите, я хочу дружить. Я показываю всеми своими действиями, что я открыт к тебе, к любому. Еще бы я хотела заметить высказывание насчет старших и младших. Конечно, такие конфликтные ситуации, они случаются всегда, и не только между старшими и младшими, в определенных способностях. Кто-то может что-то лучше сделать, кто-то у кого-то что-то не получается и так далее. Всегда в таких ситуациях, именно вот в подростковом возрасте, желательно как бы больше уделять внимание ребенку и проговаривать о его как и достоинствах, так и определенных каких-то, может быть, каких-то еще недоразвитых способностей, то есть определенных минусов ребенка. Где можно ему помочь и что нужно ему лучше сделать. И я очень тоже согласна с тем, что когда мы обсуждаем ребенка, можно и нужно приводить в качестве примера себя. То, что я тоже была, например, подростком, когда мне что-то не нравилось, когда я хлопала дверью, например, или у меня тоже были плохие оценки, но я вот сделала определенные рывки в своей жизни, я вот это преодолела. И, соответственно, так как именно в подростковом возрасте у них еще нет никакого опыта в силу своих лет, они воспринимают ваши действия, ваши высказывания, чистый эмоциональный ваш фон, они одевают на себя, они считают, что вот они взрослые, они видят вас и вот начинают вам подражать. Поэтому в этом смысле, конечно, желательно бы не только дружить с ними, чтобы с них вытянуть и узнать что-то, а и свое тоже, да, свое состояние показать, что вы это понимаете, и это у вас было не только у него, а это все проходит дальше, если он что-то может сделать дальше. Если ребенок будет закрываться, и только вам это расскажет, и дальше никакого развития не будет с вашей стороны, он просто будет это понимать, что я рассказал, и все, как бы дальше можно так же обратно жить. Надюш, у меня такой вопрос. Вы, когда возникают конфликтные ситуации, а они наверняка возникают, как справляетесь со своим сыном? Можете ли вы самостоятельно справиться, или вы прибегаете к помощи супруга, мамы, папы, там, я не знаю, там, бабушек, дедушек, я имею в виду? Ну, как я сказала, у меня старший сын, он... Спокойный мальчик очень. Спокойный, да. У меня вот бывают конфликты со вторым сыном, которому 11 лет, Искандар. Он очень эмоциональный, кстати, и когда возникает какая-то ситуация, где он не согласен, он может даже, скажем так, очень резко высказать свое мнение. Он может топнуть ногой, развернуться, вот как Лола посказала, хлопнуть дверью. Но в итоге я даю ему время, чтобы он поднимал. Пришел в себя, да? Да, чтобы вот это вот, как Ульяна тоже сказала, эмоции 2-3 минуты максимум, да? Потом все, человек начинает уже приходить в себя. Я подойду к нему, сяду, скажу, сынок, ну давай поговорим. Ну что вот, допустим, в такой-то ситуации, что может быть самое ужасное случиться, если, допустим, это произойдет не так, как хочешь ты? Он уже как бы поры сдулись. И он говорит, ну, в принципе, только, допустим, вот это. Я говорю, насколько это для тебя, скажем, ощутимо, да? Можешь ли ты без этого? Например, если он хочет пойти в кино, а он не успел сделать уроки. Да. То есть я ему скажу, да делай уроки и иди в кино. Он говорит, я не успеваю по времени. Пойди завтра. Да, я говорю, а если ты пойдешь на завтрашний сеанс? И тут он понимает, что на самом деле не сегодня все заканчивается. Он говорит, мам, я тогда позвоню другу, и мы просто... Перенесем. Перенесем, да, наше событие, культпоход. Вот, на самом деле, так, в принципе, если просто дать человеку даже проявить эту эмоцию, он, в принципе... Если последний день сеанса. А тут уже я иду на устояну. Тогда я уже говорю, хорошо, ты идешь, но ты обещаешь мне, ты даешь мне слово, что ты придешь, и ты сделаешь. Даже если ты будешь уставший. Он говорит, да, да, да. То есть смотрим, опять-таки, на обстоятельства. Шахло, вы как справляетесь в подобных конфликтных ситуациях? Самостоятельно удается или уже нет? Ну, в нашем доме, как бы, у нас еще бабушка есть, дедушка. Естественно, любое решение принимается, как бы, посоветовавшись друг с другом. Поэтому какие-то серьезные моменты я одна не решаю. С одной стороны, это даже хорошо, знаете, почему? Потому что ребенок, который видел воспитание бабушек с дедушек, он совершенно другой ребенок. И поэтому в этом отношении мне легче сказать, Самир, давай это мы обсудим с папой, с бабушкой, давай узнаем у дедушки мнение, да. И после этого давай мы придем к этому. И поэтому, даже если она хочет встретиться с подружками, Ну, это все-таки надо довести ее, да, разрешить на какое-то время. Это все не просто такая, я тебе разрешаю, иди. Нет. Это все-таки как-то в нашей семье традиционно мы это обсуждаем. Это на самом деле не сложно, как звучит. Она звучит, может быть, так сложно, а что это, столько людей. Нет. Это просто внимание у друг друга, там, она хочет пойти туда с подружками посидеть. Как вы думаете? Да, без проблем. Даже если кто-то там, а может быть, ну, тут вот такие-таки-то моменты, ну, все, пусть идет. Это решается как бы вот в нашем доме вот так, традиционно. Анапа, а как вы со своим старшим сыном решали подобные проблемы, когда у него был такой всплеск эмоций, когда возникали какие-то, возможно, недопонимания, недоразумения, недо-недо? Ну, вот сейчас наша гостья говорила насчет сына, да, вот 11-летнего. У нас были такие какие-то вот тоже походы, культ походы и так далее. Я, конечно, так смотрела на время, дело понятное. Как бы сейчас мы уроки не успеем это сделать. Я говорю, решение только, как вот вы сказали, после, не иметь значения, будете вы очень уставшие, выжатые как лимоны физически. Вы приходите и продолжаете. Они, да, 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 хорошо. Если какие-то моменты, куда-то нам нужно идти, они у меня очень медленно едят, вот такой категории детей. Но один раз я, честно говоря, усекла одно. Я говорю, вот мы едем, у нас время 5 минут. Так как вы очень долго кушаете, мы, наверное, не успеем. Я уже здесь играю роль. Они, нет, успеем, я говорю, ну как это вы успеете? Так я, честно говоря, настолько удивилась. Они, по-моему, за 3 минуты слопали всю эту еду. Все. Я сама, я говорю, надо же. Я говорю, а почему вы мне другие дни так не едите, не кушаете? Или мама бедная стоит, ложкой вас докармливает. Вот такой метод у нас порой. Особенно с дочкой, я подчеркиваю. Я говорю, надо же, какие они у меня, оказывается, хитрые. В свою пользу они этот момент решают эту проблему, эту, как бы, задачу. А вот со старшим у нас это было, он у меня как-то, вот, 4 года проучился в военной школе, там уже дисциплина и так далее. Вот это военная школа. У нас это абсолютно все по-другому этапу шло. Но у нас, я говорю же, намного как-то относительно легче было. Дай с Бог, если вот с этими малышами у меня будет такое же продолжение, как со старшим братом, то мне, иншаллах, будет, наверное, легче пройти вот этот этап. А так вот, все это как бы решается. Но я уже начинаю так, смотрю за ними как режиссер, как они себя будут вести. Я говорю, надо же, гениальное исполнение. Вы так здорово это все исполняете, что, ну, невозможно. Ну, у них столько радости в эти моменты, эти минуты. Я говорю, ну, ладно, черт с ним. Ну, это мы делаем обязательно. Мы даже, скажем, стихотворение огромное, а нам нужно бежать куда-то в гости, да, мероприятие. Я говорю, у тебя огромный стих, мама, выучи. Вечером приходят, понятно, дело так, около вокруг затуманено, он учит. Но утром, я их бужу на полчаса раньше, это все равно учеба. Ты как штык должен выполнять свои обязанности. Нет, учат, все нормально, как бы получаем оценки хорошие. Вы знаете, сейчас я слушаю героини, экспертов. Я вспоминаю, в молодости я очень любила египетскую культуру, вообще историю Египта, да, изучала. Я очень-очень люблю историю вообще разных стран. И вот как раз таки эмоциями я тогда в первый раз столкнулась. Если вы знаете, у нас знаменитые, да, вот эти египетские сфинксы, да, вот у них там, и вообще фараоны, у них одинаковое лицо. Почему? Это непоколебимое, да. Вообще, когда учат взрослых эмоции, свои контролируют, начинают с лица. То есть вот это вот управление лицом, это первое, значит, мимическим мышцам, да. И, значит, вот, в общем, произведение, знаменитый фараон называется, да, наверное, кто-то читал, Борислав Прус. И вот молодого фараона, он был очень эмоциональным, очень, и в последующие это сыграло ему очень нехорошую, как бы, для него, историческую для него судьбу. В общем, его учили, его учителя, значит, сдерживаются эмоции. Ну, поскольку был молодой, горячий. И как вот, значит, была, знаете, это было настолько интересно читать, в том, что его придворные, они всю информацию, которую должен был получить фараон, они не высказывали ему сразу, чтобы он не получал вот этих эмоций, да. И для какого-то определенного момента они копили, да. И, в общем, фараон, молодой фараон выигрывает победу. И как любой, да, молодой мальчишка, 19-летний, он хотел показать всем, что он победил. Но фараону не подобало показывать вот эти эмоции. И в тот момент, когда он захотел показать перед своими побежденными и перед своими воинами счастье, значит, нагнулся его визирь, да, и он стал рассказывать неприятные очень вещи, что происходило. А вот там твоя жена, там умерла, там ребенок, да, то есть ему стали рассказывать неприятные вещи. Вот этот момент, вот эта его улыбка пропала, померкла, да, то есть он был в шоке, да, то есть и в какой-то момент он даже покатил слеза. На самом деле фараону технично запретили улыбаться, вот эти изображения эти эмоции, победить, и он должен был быть непоколебимым. То есть маленьких детей в каких-то момент, допустим, или взрослый человек, да, вот для того, чтобы сдерживать свои эмоции, какую-то агрессию, возможно, да, первым, что это управление своим лицом. То есть когда ты расслабишь мимику, допустим, может быть, какую-то агрессию, когда ты хочешь нахмурить брови, первым, что это дыхание и лицо. Вот это вот такое упражнение, которое делает, вообще упражнение с зеркалом я очень люблю, и когда свои доклады я делала, и когда училась, моя учитель по-английскому, когда перед тем, как выступать на английском языке, она всегда говорит, бери зеркало. Вот со школьных времен, она говорила, бери зеркало и смотри. Это вот ты должен в отражении видеть, как ты управляешь, да, и это одно из очень важных таких. И ребенку тоже нужно, когда они начинают хмуриться, топать, расслабь, расслабь лицо, да, улыбнись и сделай пару вдохов, тогда твое сердцебиение, да, улучшается. Нормализуется, да. Нормализуется, да, и совсем переходит в другую. То есть то, что мы изначально начали говорить, уже выбор за тобой, да. То есть вот эта эмоция, она, ее можно, ею можно управлять с помощью буквально таких простых вещей. Это лица, мимики и дыхание. Спасибо большое. Спасибо большое всем за то, что вы сегодня пришли. Уважаемые телезрители, время незаметно подошло к своему завершению. Программа наша завершается. Подводя итоги, хочется заметить, что на самом деле управлять эмоциями – это очень важно. И нужно учить наших детей с раннего возраста уметь управлять этими эмоциями. Потому что чем более спокойным и выдержанным будет наш ребенок, чем лучше он сможет сдерживать какие-то свои нервные, скажем так, порывы, будь то радость, будь то горе, слезы, печаль, обида, восторг какой-то, тем легче ему будет по жизни в дальнейшем. И поэтому наша задача, задача родителей – все-таки учить своих детей именно вот этому искусству управления эмоциями. Я благодарю всех наших гостей, которые сегодня принимали участие в нашей программе. И хочу вновь напомнить. Начнем, как сейчас, с экспертов. Ульяна Переплетчикова – психолог, НЛП-практик и арт-терапевт. Лолой Нагамова – психолог Академии управления при Президенте Республики Узбекистан. Диана Сатарова – невролог-реабилитолог Ташкентской медицинской академии. И, конечно же, наши замечательные мамочки. Надира Азимова – менеджер по продажам одной из туристических компаний нашей страны. Известнейшая и популярнейшая киноактриса Рано Закирова. И популярная телеведущая Шахло Позлединова. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу «Я мама» на телеканале «Ой, ля ви». Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до свидания. Увидимся ровно через одну неделю. Продолжение следует...